добрый день всем кто сейчас присоединяется к трансляции сегодня мы поговорим о нейрографики а если быть более конкретным то как в области отношений нам может нейрографика помочь саша привет итак друзья в чате вы можете задавать свои вопросы потому что исходя из консультации общение на тренингах знаю что эта тема является более чем актуальной на сегодняшний день и собственно поговорим о том что вам может дать этот вебинар который у нас уже состоится в ближайшую пятницу и в каких случаях да вообще его можно применять потому что многие очень узко воспринимают его смысл да нейрографика отношений то есть это я смогу поработать только в вопросах что касается меня да и моего партнера на самом деле это далеко не так во первых в отношении мы вступаем каждый день коммуникации у нас бывают разные начиная от нашей семьи да это может быть муж ребенок наши родители коллеги начальник и если в вопросах определенных отношений да например я муж или я ребенок вы чувствуете себя уверенно и гармонично то в каких-то других могут быть сложности какие-то болезненные впечатления и собственно это повод и звоночек да с этой связью поработать те отношения которые в принципе вы реализуете в жизни они в сознании уже есть и зашиты у нас через нейронные связи то есть вот тот сценарий который я реализую в жизни вне зависимости от того с кем да будь то там я мама я папа или я мой начальник этот сценарий уже вшит в моей голове на уровне представлений который сформировался благодаря тому что в детстве видела у родителей потом накапливал уже свой жизненный опыт и собственно если этот сценарий вас не устраивает то я предлагаю вам очень рабочую технику чтобы с ним поработать давайте сначала немного поговорим о нейрографике потому что догадываюсь что сейчас те кто слушает трансляцию наверняка еще ни разу не рисовали если вы нейрографики слышите первый раз то поставьте плюсик или какой-нибудь смайлик в комментариях чтобы я видела какое количество сегодня представляют новички нейрографика это практика трансформации бессознательного то есть когда у нас в жизни случаются какие-то не очень приятные ситуации мы испытываем более обиду различные негативные состояния это отгружается на уровень нашего бессознательного и в последующих ситуациях является платформой и базисом для того чтобы создавать уже новые ситуации связанные с абсолютно другими людьми но так как эмоционально определенный опыт накоплен то как правило мы все-таки повторяем то что было отработано ранее например если в отношениях да вы выстраиваете такой сценарий что притягиваете мужчину до который меньше заинтересован вас и в отношениях с вами чем вы в нем то через какое-то время расставшись с этим мужчиной скорее всего следующий будет выбран по этому же принципу потому что есть определенный опыт который является базой и собственно основываясь на нем вы выбираете человека сейчас расскажу об очень старом эксперименте мной кто-то может быть о нем слышал который был проведен если не ошибаюсь в америке выбрали 50 мужчин и одну женщину у женщины было очень четко убеждение о том что все мужики козлы вот это вот пресловутая формулировка которая и в нашей стране пользуется очень большой популярностью выбрали эту женщину и выбрали 49 мужчин которые реализованы в карьере у которых очень крепкая и целостная семья и одного мужчину который недавно вышел из тюрьмы никогда не состоял в статусе мужа у него не было особо серьезных историй он очень часто менял женщин и собственно предложили ей просто пройти посмотреть на тех людей которые она видит перед собой выбрать того кто просто визуально ей покажется симпатичным понравится у нее откликнется что-то да будет какой-то импульс и собственно я думаю многие из вас уже догадались кого из этих 50 человек выбрала эта женщина с установкой мужчины козлы она выбрала именно того да не зная какой он что он себя представляет а просто по секундной симпатии она выбрала именно того мужчину который соответствует ее убеждениям ее установки друзья те кто присоединяется речь о нейрографики они ра графики отношений и о том как использовать этот инструмент да вы сможете себе помочь проработать убеждение установки прошлый опыт эмоции связанные с этой темой в абсолютно любых отношениях с важным для вас человеком или поработать с потенциальным сценарием например очень часто да на консультациях вообще запрос отношений является самым популярным причем удивительно но не только у женщины мужчин в том числе и когда на консультацию на таро ко мне приходят люди отношения является одной из самых важных для них сфер где они хотели бы разобраться и собственно с чем обычно работаем то есть бывает что отношения у нас есть да но нас не устраивает их качество и формулируем мы это абсолютно по-разному например кто-то приходит и говорит что вот в отношениях исчезла романтика да у нас есть семья и дети но вот я не испытываю эмоции а мне так хочется чтобы что-то происходило мы куда-то двигались развивались хотя казалось бы да уже есть семья и дети но тем не менее чего хочется развития на самом деле если копнуть глубже это связано с тем что один из партнеров со временем начинает немножко скажем так остывать и вот это остывание оно связано с тем как вы в отношениях себя проявляете то есть если например партнер остыл часто второй человек это не видит объясняет себе несколько по-другому например ой у него сейчас очень сложные ситуации на работе ему недоотношений или ну у нас вот уже дети но о каких эмоциях речь на самом деле какие бы отношения до не происходили если там что-то идет не так то тут у нас дело включаются иллюзии то есть очень малый процент людей да нужно быть тотально осознанным чтобы увидеть реальную картину вещей но так как реальная картина вещей она как обычно болезненно вызывает огромное количество обиды злости непринятия себя потому что как это ко мне вдруг остыли я же точно такая же и вот у нас уже столько общего позади почему то есть человек думать что чувство статично да и чтобы не происходило вот если мы когда-то в любви признались то теперь как будет всю жизнь на самом деле это ежедневная работа да и когда человек осознан он видит в чем причина что да я сама там сейчас мало чем интересуюсь у меня в жизни стагнации особо ничего не происходит и вот отношения для меня самое важное в этот момент образуется дисбаланс когда партнер становится очень важен то есть единственный источник энергии да все остальное вдруг ушло на второй план и вот это одна из самых популярных ситуаций когда возникает дисбаланс то есть когда у одного из партнеров весь его фокус внимание вдруг смещается в отношения и собственно в этот момент да нужно скорее осознать ситуацию переключиться на те источники энергии которые могут быть еще в вашей жизни например работа которая вам давно надоело да и лучше включиться в нее и сделать свою жизнь такой чтобы она была интересной и вам не нужно было постоянно трясти партнера и заставлять его плясать вокруг вас там танцы с бубнами до чтобы у вас были эмоции а вы оживляете свои остальные сферы у вас появляется больше источников энергии больше ресурсов и соответственно вы можете что-то привнести в отношения а у нас обычно происходит как мне плохо наверно плохо из-за тебя давай-ка ты постарайся чтобы мне стало хорошо и то есть включается алгоритм когда я тяну из партнера внимание тяну время тяну развлечения эмоции вложения потому что на самом деле мне самой не хватает я сама себе этого дать не могу я начинаю это требовать от другого и вот эти моменты которые на консультациях я встречаю чаще всего у людей которые приходят с дисбаланс так вот дисбаланс поправить можно но это очень комплексная работа так друзья свежу очень много комментариев из них далеко не все по теме и конструктивные на те которые будут по теме я конечно же отвечу поэтому вопросы по нейрографике и в целом об отношениях вы сейчас можете в чате писать мы со всем этим будем с вами разбираться и так дальше какая бывает ситуация да на стартовых этапах когда например допустим женщине понравился мужчина и вроде у них там что-то происходит но тут он начинает транслировать есть что ты знаешь я вообще не очень готов к отношениям но тем не менее они продолжают общаться они вроде как вместе но по чуть-чуть он не закидывает темы что у меня очень много тараканов я очень сложные я не понимаю что я хочу что в этот момент происходит женщина начинает очень стараться показывать то есть тут она уже начинает прыгать вокруг него с бубнами и заставлять его захотеть а в этот момент у человека конечно же происходит откат и ему хочется еще меньше потому что когда в такую ситуацию попадает человек с гармоничными установками с хорошим самоуважением у него включается абсолютно другая линия поведения в этот момент такой человек это хорошо не уверен ну ладно давай пока как там разберешься может быть созвонимся то есть он очень человек который сфокусирован на себе у которого прокачаны ресурсы он очень легко отпускает партнера он четко видит когда это надо сделать и все вот эти вещи да мы делаем легко при условии что наш фокус внимания внутри нас мы уверены в себе мы любим и уважаем себя но эти вещи соответственно в нашей жизни даже если возникают порой возникает мимолетно потом это состояние теряем под какими-то жизненными ситуациями так вот практика которую я вам предлагаю она поможет во первых скинуть груз старых эмоций да они соответственно мешают нам быть объективными порождают большое количество иллюзий и во-первых освободиться от старого чтобы более новым взглядом смотреть на ситуации и соответственно эта практика помогает начать создавать в себе гармоничный сценарий где сначала идете вы да потом уже идут все остальные чтобы вы не 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 получалось так когда вы встречаете человека и тут же опираетесь на него и вам кажется что вот оно счастье в ком-то но в итоге через очень быстрое время вы получаете очень большой перекос поэтому вообще теме отношений практики трансформации бессознательного они работают очень эффективно да то есть кто-то пользуется расстановками активно идет туда вытаскивает родительско-детские отношения соответственно тоже обнаруживает много инсайтов и начинает что-то менять я вам предлагаю инструмент очень полезный потому что вы сможете использовать его сами то есть один раз до освоив этот алгоритм при любой удобной ситуации вы можете взять и применить его тогда когда вам это нужно то есть мы сейчас проводим его в вебинаре я делала его как-то очно но очно он идет довольно сложно потому что поднимается много боли много обиды связанной там еще с родительскими отношениями с тем опытом который вы пережили и соответственно очень такой глубокий процесс который вас очень сильно обнажает и поэтому формат вебинара именно для этой практики мне показался более удачным потому что каждый из вас до находится только с компьютером и наедине с собой и соответственно чувство легче проявить легче раскрыть вы меньше думаете о том кто вас тут видит и кто вас что подумает потому что процесс такой довольно интимный и практика будет состоять из двух частей то есть на первой части вебинара мы поговорим вообще о балансе брать давать и о том как вы взаимодействуете с окружающим миром в целом потому что у нас уже на этом уровне начинаются сложности кто-то привык быть в жертвенной позиции и у него большой перекос в сторону отдавать то есть я все сделаю для остальных но при этом я очень сильно забываю про себя у кого-то наоборот большой режим эгоцентризма и мне хочется чтобы все несли и и жили для меня а я в ответ соответственно не готова существовать точно так же считаю что я ясное солнышко и пожалуйста постарайтесь так чтобы это солнышко было довольна и вот эта часть это первая часть практики то есть мы в целом уберем те вещи до которые на данный момент вызывают вас перекос то есть мы вытащим их именно на уровне чувств то есть почему нейрографика это практика трансформации бессознательного у вас есть нейронные связи которые сложились уже эти цепочки да они есть в вашем сознании благодаря прошлому опыту и чтобы создавать новый опыт не похожий на старый вам нужно чтобы эти цепочки начали менять свои комбинации чтобы они изменились да они сформировались под под проживанием разных чувств мы вытаскиваем эти чувства видим их на бумаге очень четко диагностируем как обстоят дела и уже соответственно дальше начинаем эти чувства гармонизировать придавать им гармоничную фотку гармоничный вид на бумаге и дальше у нас начинают меняться нейронные соединения потому что то что болел и было вытеснено да там на многие годы внутрь освобождается вы больше не подвластны этим эмоциям это был прошлый опыт он был и ушел и теперь вы можете писать уже новый сценарий очень эффективно эта практика работает в режиме я мама папа потому что с родителями у нас конечно больше всего разных более обид больше всего установок которые влияют на нас и в первую очередь на отношения и тут что мы чаще всего можем наблюдать по крайней мере то с чем сталкивалась я на консультациях да это когда мама с детства транслировала что у меня личная жизнь не задалась и у тебя дочка тоже не получится и вот эти вещи да в детстве они где-то вызывают непонимание и обиду но тем не менее они откладываются и потом неосознанно ребенок уже вырастая воплощает вот эти мамины сценария да в которых которые очень хорошо впитались в детстве и с папой могли быть до какие-то моменты там например папа бросил и ему изначально был не нужен ребенок то есть вы папа ушел из семьи в другую семью папа умер то есть если человек умер то у вас внутри есть фигура этого человека и вы можете создать с этой фигурой гармоничное отношение и гармоничное восприятие анастасия стоимость вебинара 2200 рублей под этой трансляции будет ссылочка на то чтобы вы почитали о чем вообще будет речь да детальней и собственно смогли оплатить если решите принять участие повторюсь для тех кто присоединился только сейчас вебинар у нас будет в эту пятницу 30 августа 20.00 по московскому времени если у вас не получается присутствовать то вы можете потом в любое удобное время посмотреть в записи и также собственно повторить в записи этот алгоритм когда он вам будет актуален отношения у нас в жизни возникает настолько много и меняются они настолько быстро что это один из самых популярных алгоритмов трансляцию обязательно сохраню и в конце покажу такую скажем так мини диагностику чтобы посмотреть как это вообще работает потому что любая нейрографическая практика она состоит из двух частей я сначала в рисунке до диагностирую с чем у меня проблема что у меня сейчас не так где идет перекос где дисбаланс и в чем причина а потом вот то что получилось не здоровым и негармоничным я в рисунке создаю из этого желаемую форму создаю из этого желаемый сценарий который в моменте рисования да вы в право полушарном режиме вы работаете на уровне бессознательного он начинает встраиваться в вас и является таким новым здоровым фундаментом для того чтобы вы в своей жизни могли создать и воплотить те отношения которые вам нравятся которые делают вас счастливыми и собственно избавиться от каких-то детских обид в том числе потому что это наша база которую мы несём с собой в свою жизнь и она очень сильно к сожалению на нас влияет и и собственно опять расскажу поговорим о том что в каких случаях да вы можете использовать этот алгоритм еще также можете использовать его уже в текущей семье если у вас есть там допустим муж и ребенок и вы чувствуете что с ребенком есть определенные сложности да например вы на него очень давите или возлагаете на него очень много ожиданий от этого ребенок чувствует себя не очень хорошо да не может полноценно раскрыться проявить свое я кем он на самом деле является потому что от него все время что-то ждут с мужем да вдруг появляется какая какой-то холод и дистанция плюс опять-таки в семейных отношениях очень много держим в себе молчим потому что мало кто умеет открыто разговаривать и открыто говорить что у меня болит потому что вообще если вы можете о чем-то сказать открыто это лучшая практика от неврозов потому что как только вам здесь было не очень тут было тяжело бы все это смолчали это все наслоилось у вас внутри как пирог и потом в какой-то момент или отношения рушатся да или возникает очень сильный кризис вы чувствуете неуверенность в себе злитесь на себя начинается активная история с самопечеванием то есть все эти вещи они легко предотвращаются и на старте и корректируются впоследствии очень важно чтобы вы просто понимали что вам нужно с этим работать они включали иллюзии что да нет дело не во мне да нет у нас хорошо просто сейчас такой период то есть вот эти вещи я слышу у крайне часто и работать с ними можно это не происходит в один день да ну вот допустим уже имея на вооружение уже инструмент нейрографики да вы можете с этим очень детально разобраться и что важно разобраться самостоятельно потому что условно произошло там вчера расставание да ваш мир рухнул куда бежать что делать во боже здесь вы сели прорисовали у вас уже ушел пласт эмоций у вас вдруг стал очень ясный ум вы четко понимаете что делать какую-то последовательность вы ясно и открыто видите ситуацию вы не придумываете себе что дело в том что у него просто очень давящая мама поэтому он боится женщина поэтому меня сейчас бросил потому что дела скорее всего обстоят не так и дело совсем не в его маме и работая как минимум с нейрографикой вы можете начать двигаться в сторону во первых фокуса на себе да и гармоничного отношения в первую очередь самого с собой а потом уже выстраивание связи с другими людьми с начальником то же самое да например не можете подойти сказать о повышении вам кажется что вы не нужны вас завтра уволят то есть даже если эти вещи актуальны до выравнивая взаимоотношения себя и тех людей с которыми вы находитесь вы вдруг получаете рычаги управления и понимаете что с этим делать окей здесь мне завтра уволят значит я послезавтра пойду и найду себе другое место работы где меня будут ценить и мне все и мои мой функционал будет более чем актуален так вот если например вот подумайте о том какие отношения вас волнуют сегодня если вы сидите думаете а как вот написать сообщение как лучше сказать а когда подойти а чтобы вот не было ни в попад то есть пытаетесь как-то себя приладить и не можете просто открыто действовать то скорее всего здесь уже да есть какой-то перекосы тут есть чем поработать я говорю сейчас об этих вещах не просто так да я уже несколько лет активно практикуете алгоритмы и в своей жизни и с большим количеством клиентов я вижу как это работает да поэтому нейрографика очень эффективный инструмент и что важно он не работает со следствием он работает с причиной потому что только убирая причину да мы действительно можем что-то поменять потому что пытаясь сделать что-то на поверхности да например красивую прическу или макияж все конечно хорошо но это не поможет вам до глобально изменить ситуацию если внутри при этом вы будете чувствовать себя слабо и неуверенно так вот давайте сделаем небольшое такое диагностическое упражнение чтобы каждый из вас примерно посмотрел на каком уровне мы работаем в нейрографике потому что мы не берем конкретного петью не начинаем что-то из него лепить а мы работаем с теми вещами которые зашиты в нас на уровне представлений то есть тот сценарий который у меня сегодня уже где-то в меня вшит и я просто как по рельсам да по нему еду очень важно в этот момент почему можем работать например с отношениями если человек человек уже нет живых например там мама папа или кто-то из близких людей но нас эта история беспокоит и волнует у меня может быть много обиды к этому человеку что умер и меня бросил например здесь происходит следующая история помимо фактического реального человека в нашей жизни всегда есть фигура в нашем психологическом поле фигура этого человека она и определяет те отношения которые происходят то есть часто даже в отношениях мужчина-женщина человек например мужчина может женщина не общаться она каждый день ведет с ним диалоги обдумывают что и как бы она ему сказала что он бы я и ответил и в этот момент фигура этого мужчина начинает в ее поле очень сильно расти тогда когда реальному человеку она безразлична он находится где-то далеко они там не видится уже месяц и вот в этот момент образуется очень сильный перекос который мешает вам выйти из вот этого ни к чему не ведущего сценария и создать новый нормальный и здоровый так вот давайте посмотрим соотношение как выглядит в вашем поле ваша фигура и фигура значимой персоны то есть смотрите это может быть начальник это может быть кто-то из друзей да если у вас конфликт и вас это беспокоит то может быть ваш ребенок ваш молодой человек муж жена и кто угодно что я вам сейчас предлагаю сделать взять любой инструмент который можно писать и любой лист бумаги любого размера потому что это будет совсем такая небольшая диагностика чтобы вы поняли как в режиме рисования до бессознательно открывается и дает нам нужный для работы материал и так все готовы если у вас вдруг нет под рукой материала то вы можете сделать это в записи единственное в этот момент очень важно отключать голову то есть не головой думать ага например особенно я знаю смысл упражнения как я хочу чтобы было а нарисовать честно отключить мозг то есть вот какой масштаб рука выведет так это и оставить ваша задача да вот на чистом листе любого размера который у вас есть вот у меня он вот такой взять лист положить перед собой подумать о тех отношениях которые вы хотите сейчас здесь проявить допустим это отношения вы и ваш мужчина или вы и ваша женщина и задайте себе вопрос вот этот лист это поле наших отношений где здесь место мне на этом листе и какого в этих отношениях я размера ваша задача нарисовать какую-то замкнутую фигуру любой формы и любого размера то есть вот я определяю примерно где мое место и рисую вот некую фигуру не задумываясь об этом абсолютно вот смотрите у меня получилось я и моё место и мой объем это выглядит вот так у вас то может выглядеть абсолютно по-другому и дальше рядом спросите следующий вопрос где на этом листе вот важная для меня фигура там мой мужчина или мой ребенок какого он размера где он находится и какой он формы и обязательно опять-таки неосознанно обозначьте его и эту форму сейчас когда вы обозначили смотрите покажу наиболее популярные ситуации и как они объясняются допустим вы рисуете себя и своего мужа если у вас получилась история что вот это вот маленькая вы а это ваш муж отгадайте кто собственно в отношениях более значимый персонаж для вас в первую очередь кто важнее соответственно если фигура больше то важнее конечно же будет она и если вопрос что вот фигура моего супруга вот такая а я вот такая как вы думаете вы на отношения влиять сейчас можете не буду даже его дожидаться ответа в чате думаю что вы и так догадались конечно нет потому что когда важность партнера дан размером с дом а важность себя вот такая вот мизерная то вы не можете влиять эти на эти отношения да вы можете только быть в иллюзиях что сейчас все зависит от меня вот как я себя поведу вот что я скажу так и будет на самом деле нет в отношениях для вас цене и партнер даже чем чем цене чем вы сами для себя что наиболее страшно и собственно с этим можно работать то есть мы меняем это представление дальше в практике да я немножко забегу вперед расскажу что происходит во первых мы достаиваем фигуры до гармоничной формы потому что если у вас в фигуре появилось очень много углов то есть фигура если выглядит вот так сейчас покажу тоже такой есть интересный момент диагностики если вы заметили что ваши фигуры примерно вот такие то это говорит о том что в ситуации очень напряженная то есть очень много конфликта очень много сдержанности вот это и такой режим что меня уже скоро разорвёт и и скоро я расскажу человеку все что я о нем думаю это будет не самые приятные вещи и соответственно что выявляется в гармоничных отношениях если у вас все хорошо то фигуры будут плюс-минус одного размера если больше вы партнер меньше то это говорит что слишком вы слишком в себе да то есть слишком много экокцентризма и вы не видите желания партнера потому что когда мы хотим иметь отношения в балансе здесь очень важно уметь делить границы и понимать где я хочу а где меня хотят где я люблю а где меня любит потому что очень часто когда я хочу то априори включается такая штука значит и он хочет но это ваше желание и так как у вас слиты границы вы вот таким образом транслируете это на партнер то есть вы не различаете его желание своих и вам кажется что если условно там вы хотите например да сейчас завести второго ребенка то обязательно это хочет и он но на самом деле у человека могут быть абсолютно другие планы если вы там боитесь его потерять для вас те отношения очень важные и они очень дорогие то это не значит что у партнера то же самое поэтому четко разделять границы это тот навык который позволит всегда уметь нащупать баланс в отношениях уметь выровнять их из кризиса а тот момент когда вы являетесь в слиянии с партнером да вам кажется что это ваше продолжение ваша рука нога или что-то еще вот здесь уже это источник основных бед когда очень сложно что-то поменять потому что у меня в голове картинка которая тотальными соответствует реальности и вот отсюда смотрите вот у людей у кого слит и граница вот у вас наверняка у каждого есть такие там скорее всего подруги это этим больше женщины грешат практика показывает они начинают вам рассказывать историю как вот вы встретились они встретились у них было такое красивое свидание а он вот пока берет и не звонит и женщина вылезет скорее всего дальше расскажет ну что то такое что но он рассказывал что у него сейчас очень много дел на работе у него там все так активно у него просто наверное нет времени вы будучи человеком не заинтересованным со стороны видите историю без иллюзии в этот момент четко понимать что он не звонит не потому что у него дела на работе или что-то еще потому что он просто не хочет но заявив это подруге да скорее всего вы в этот момент поругаетесь потому что для нее это признать больно и ее иллюзии это не соответствует иллюзия придумывается для того чтобы не испытывать боль да и быть в такой картинке из розовой ваты которая красивая но на деле это все очень быстро рушится в момент когда она ему звонит а он уже там не берет трубку неделю и поэтому я думаю с такими ситуациями многие из вас сталкивались это такой самый простой пример когда мы говорим уже об иллюзии в браке да где есть дети где есть обязательства там это все обнаружить сложнее и работать с этим сложнее потому что гораздо больше процессов общих связей общей территории при которой тем не менее все равно надо понимать где мои границы а где границы у партнера поэтому очень много нюансов и вот эта практика она является такой очень вспомогательной и позволяющий делать шаги к изменениям делать шаги к развитиям отношений и понимать когда например кстати говоря нужно уходить вот этот момент тоже недавно на каком-то эфире спрашивали смотрите если у вас есть запрос я хочу расстаться да у меня отношения которые там меня условно убивают и мне надо расстаться эта практика тоже подходит потому что здесь вопрос что я расстаться не могу когда мне плохо да но уйти не могу когда как раз фигура партнера размером с дом я где-то головой понимаю что например да он например женат и он вам говорит что я тебя люблю там но я не разведусь и вы понимаете что это ни к чему не ведет но тем не менее не можете встать и уйти и вот все время в этом водовороте находитесь здесь вы можете как раз таки снизить значимость партнера развить свою значимость отделить себя от него чтобы на уровне сознания этот процесс начал работать и в какой-то момент вы быстрее осознали да не тратили два года три года четыре пять то есть у всех свой масштаб непонятно на что чтобы быстрее уйти из того процесса где развития нет где вам плохо и больно в новое и строить уже те отношения которые вы мечтали итак друзья спасибо вам за продуктивный эфир и и и и и и